Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбцы, все сердцу моему дорогие и родные, любимые, братья и сестры, всех приветствую на своем канале, всем желаю любви друг к другу, радости в жизни, мира с Богом и по возможности со всеми людьми. Приветствую я вас не один, Пум-Пумыч уже прибежал на проповедь. Вы находитесь на канале Христолюб Лайв, меня зовут Кузнецов Дмитрий, кто случайно или впервые попал на этот ролик, это четвертая моя запись о моей жизни. Я являюсь учеником и последователем Иисуса Христа и проповедником его жизни и учения. Если ты, мой дорогой друг, еще не смотрел первые три ролика о моей жизни, посмотри обязательно, ибо тебе будет непонятно, о чем идет речь и кто я такой. О моей жизни до покаяния, да, сынка? О жизни после покаяния. Все я буду рассказывать. Ну, этот ролик и еще следующий, наверное, запишу. Ну и еще больше роликов есть в целом в плейлисте, где я что-то когда-то о себе рассказывал. Плейлист о себе на моем канале можно найти. Ссылку будет и в описании всегда есть, и в подсказках. Да, сынок, пойдешь гулять, иди. Ну, а сегодня я продолжаю рассказывать с того момента, как я оставляю мир после того, как я посидел с Господом, посмотрел, где он живет и как он живет. И решил, решил отправиться в пустыню, и потом, потом из этой пустыни я уже родился новым человеком. Я уже целиком, что ты делаешь? Целиком отрекаюсь от греха, от всех его проявлений, понимая, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Ну, в принципе, меня и тянет к святости. Я, как и говорю, и свидетельствую, что на самом деле Господь-то дал человеку дар свободы, ибо он сам обладает этой природой. Никто его отнять не может, сам Господь его не нарушает, ибо человек с даром свободы – это тот камень, который Бог не может поднять. И на самом деле Господь что от нас хочет? Что в первой книге Библии, книге Бытие мы видим, как Господь ничего от человека не требовал, не просил, как только того, чтобы он был добровольно, свят и непорочен пред Ним. В духе святом, в любви друг к другу, в радости, в мире, в кротости, в смирении. То же самое Иисус Христос, Бог, придя на землю, пришедший на землю, все то же самое повторил. Ибо он новый Адам, тот, который свалился, будучи в раю, новый Адам, будучи в пустыне и в мире, лежащем в огре, победил его своей святостью. Проложив там путь, путь жизни, добровольной святой жизни. На самом деле настоящий христианин тот, кто, хорошее слово мне лично нравится, фанатик святости. Он действительно хочет этого. Когда-то, прочитав Евангелие, услышав благую весть об Иисусе Христе, его жизни, учения, он действительно решил оставить все и последовать за ним. Это настоящий христианин. А все вот это из-под палки, все по рельсам, когда ходит, как заведенные часы. По системе, под страхом, да. Внешне это делая внутри, на самом деле это ненавидя святость, а наоборот, внешне не делая греха, внутри в любя, это все не делает человека святее, никакого к Богу не приближает. Ибо все, что у нас внутри, после смерти тела, смерти греха, яйца все равно наружу. Поэтому лицемерие сейчас нет никакого смысла. Живешь в грехе, ты хотя бы это не скрывай, уж живи как есть. От Бога ты не спрячешься. Мы все смеемся над поступком Адама, когда он там прятался в кустике, в раю. А мы не тем же самым занимаемся, когда лицемерим, живя, ведя двойную жизнь зачастую, да. Вот, тем же самым занимаемся. И нам кажется, что это смешно по плоти, когда мы смотрим на Адама, а когда мы сами так живем, что-то нам не очень-то смешно. Вот это истинное, искреннее желание святости, это и чистота, прежде всего, то есть открытость перед Богом. Потому что тот, кто понимает, что Бог в нем, что он его храм, того человека сразу меняется жизнь и сразу налаживается. Пока вы будете думать, что Бог в каких-то рукотворенных храмах живет, что можно грешить и ходить там каяться до бесконечности к папу или к пастору, к вашему, к лидеру. Это все чушь. Вы никогда не станете и на грамм не приблизитесь к Богу и не станете Ему угодными. Вот и все. И будете гореть в аду. Но хорошо, если где-нибудь, как там называется у католиков, чистилище в вечном мраке. Пока вас оттуда кто-нибудь не искупит сверхдобродетелями. Ой, там, Господи, такая карусель нахорошена. Ну что, продолжаем с того места, где я все оставляю. Я вам рассказал, как один из моих друзей, приятелей, мне было вот уже, получается, около 30. Знакомому ему 50 было. Ну, меньше 50 где-то так. Ну, 50, уж не помню. Его вот этот знакомый, который был попом, так называемым монахом, служил здесь на приходе. И мы едем. Едем мы в село Пузево за 200 километров от Воронежа, южнее Воронежа, юг Воронежской области. Вот Воронежская область чем-то похожа на Африку вот такая она какая-то. Вот на юге Воронеж, он где-то, можно сказать, практически на севере, не по центру области. И вот мы едем южнее 200 километров, приезжаем в это село, в котором я до сих пор и нахожусь. Но закрепилось я тут, так скажем, не сразу, и слово закрепилось тоже слишком, наверное, громко, потому что я в любой момент могу встать и уехать, мне ничего не держит на этой земле. Вот. И что? Я сейчас буду вспоминать, потому что все это было, да, я никакой схемы не готовил. Мы сюда приезжаем. Ну, я уже сказал, что я начинаю искать, где же, где же это тело-то, состоящее из его святых членов, где они. Я пока вижу кругом одних грешников и даже так называемых христиан, я начинаю, начинаю задумываться, они вообще, кто эти люди-то. Вот. Два года я изучал чистое словесное молоко без всяких заквасок человеческих. Абсолютно. Бог вел меня своим чистым путем. Поэтому Евангелие, как мне там говорят, ты же вот книжку получил из рук там, или вот из этой лавки ортодоксов. Ну и что? Ну и что? Две тысячи лет тому назад не было никаких ортодоксов, ни католиков, ни протестантов, не было никакого Евангелия, и люди спасались. И люди становились святыми от проповеди, от простой проповеди Павла, который больше всех, наверное, потрудился, и не знал Евангелия, и не ходил с Иисусом. Лично познал Бога истинного и живого, и стал его проповедовать. Он что, нам оставил Евангелие от Павла? Нет. Поэтому, я говорю, вы на себя там много не натягивайте. Господь вам сказал, даром получили, даром отдайте. А вы такое ощущение, что вы скоро за счет Евангелия сели на седалище Иисуса, и людей рабами делаете своими, а не Господа. Ой, как я терпеть не могу все эти конфессии, вообще жуть, конечно. Все это секты сатаны, все эти сборища, кто там присутствует, надо оттуда выходить, потому что вы участвуете в беззакониях, в беззакониях. И служите вы не Богу, а известно кому, его противнику. Потому что там вы никогда не будете искренни, чисты, и все время будете участвовать в этих грехах, покрывать все это, молчать об этом. Поэтому никогда у вас Бог не откроется, потому что Бог открывается сердцем не лукавым, не лицемерным, а чистым, чистым, искренним, и алчащими, жаждущими правды, истины, любящими истину для своего спасения. Только таким сердцам открывается Господь. А с лукавыми будет по их лукавству. Ничего вы не получите. Вы можете хоть объесться булки, хоть там обходиться в собрании, петь песни. Если вы живете грешной жизнью, а покрытие беззаконий, всех этих лжеучений, участие в них, это такой же грех, потому что вы лицемерите. Вы не проповедуете истину, вы проповедуете ложь, тянете людей в эти культы. Люди отвращаются от истинного Бога, видят ваши поборы, ваше все это превозношение, тоталитарный контроль, тщеславие ваших пастырей. И отходят от живого Бога. Христос таким не был. Иисус был кроток, смирен сердцем, никакого культа, никакую систему он не создавал, сам служил людям, показав нам примеры, оставив путь. Ну ладно, что-то меня сегодня на проповедь тянет, да. Давайте обо мне. Сюда я приезжаю. Я не выбирал ни православие, это чистая случайность. Случайности не бывает, да, то есть Божий промысел. Мне бы предложили в какое-нибудь протестантское собрание пойти. Я же вам рассказал, как все это было, да. Ну, все эти капищи нас окружают. Я решил поехать в какой-то там монастырь. Молва быстро обо мне прошла по городу. Друг один позвонил, Сергей. И вот мы сюда поехали к его знакомым. Вспоминая свои первые впечатления, всегда меня тошнило от этих капищ. Все черное, мрачное, унылое, никакой радости. Никаких-то особенных людей ты не видишь. Само помещение все время какое-то тухлое. Я помню, у меня первый месяц, прям все у меня противилось. Все, ну, кто-то скажет, бесноватые, как всегда, эти ортодоксы. Ну да, только как раз я-то от греха-то и отстал. Именно поэтому и потянулся к святости. Все меня, мне все плохо, мне все не нравилось это. Все эти песенки какие-то на непонятном языке. Я противился с самого начала. Вся эта ортодоксия, это люди ломают себя. И это очевидно. То же самое, все где по палке, где вам что-то, где ломают вашу свободу. Где вам втирают, что ты должен поступать, даже если ты этого не понимаешь. Почему-то тебе это объяснить не могут. Почему надо делать так, а почему здесь то, а почему здесь то. Тебе чем только угодно, тебе никогда ничего не объяснят. Тебе будут запугивать, зубы заговаривать, уничижать тебя, что ты типа кто-то есть, чтобы сюда лезть-то, или что вот такие вопросы задавать, а то ты не человек, у тебя мозгов нет. Поживи, узнаешь, ты еще младенец. И всяк вот этот чепухня новоначальный, понапридумать всякое-то лабуды, как будто у взрослого мужика или у женщины мозгов своих нет человеческих. И все это он видит, все это мерзость, я говорю. И задается вопрос с меня, зачем все это? А зачем? А куда это ведет? И видит, что ведет это не туда. И плода это дает нехорошие, а гнилые. Ну, я познакомился с этим попом. Я говорить о нем ничего не хочу. Он погиб, его убили недавно. Уже тоже год назад получается, сколько там, больше года. Три месяца мы здесь находимся. Приезжаю я, этот друг наездами, у него в Воронеже свой дом, там дела, пчелами там занимаются. Он с нами наездами, там уедет, приедет на три дня, мотался по 10 километров. Приезжает еще один дедушка, вот, в доме которого я живу, и который брать и сестры помогли, я его выкупил за небольшую сумму. Вот. С тех пор я как бы здесь живу. Этот дедушка с Москвы тоже по знакомствам приезжает. Ну, естественно, все же типа подправославных косят. И всех прет на это монашество, на какое-то отшельничество. Вот меня брат тоже в этом укоряет. Но я никакой не монах, я никакой не отшельник. Я живу в обычной деревне, где живет полным-полно людей. Я всю жизнь мечтал жить, как минимум я и старался жить всегда в частных домах. Родился я в квартире и вырос в квартире. И всегда мне от этого было плохо, хотя нас и частный сектор окружал, в Воронеже тогда еще город был не застроенный. Вот. В деревне только одна проблема, что работы нет. А так-то смотрите, какая красота-то. Вот. И благодарю Богу за такую участь обо мне. Вот. Я вот выхожу просто, мне ничего не надо, я просто выхожу, и я уже счастлив. У меня небо, как весна, лето сейчас начинается. Ой, это вообще. Это что еще надо? Да ничего не надо. Речка есть, лес есть, огород есть, дела какие-то. Ты всегда можешь чем-то позаниматься, размяться, двери на распашку, животные. Ну, я этих скотину не держу, я не считаю нужным. Я не ем ни мяса, я вегетарианец. Да и по сути ты наполовину веганец какой-то такой. Сейчас просто из окошек все равно молочко попиваю покупное. Ну, а так я не сторонник держать скотину. А так, какая красотища. И поэтому мне всегда к этому, когда мне там тоже что-то предъявляют по поводу монашества, я общаюсь с людьми, я проповедую, я общаюсь, активное общение веду. То, что я тут ни с кем, но я, как я вам говорил, вы знаете, после 20 уже целая проблема найти себе друзей. Тем более, на каком основании. Лишь христианство дает тебе новый шанс с людьми сродниваться, сращиваться, родниться. Да, потому что это великолепное учение, учение святости, учение семейности. Что все мы братья и сестры, все мы от одной крови. Вот, великое. И два человека, принимающих это учение, в одну плоть единую становятся. Членами тела единого. Глазами, ушами, руками, ногами друг к другу. Это здорово. Ортодоксов я не называю такими людьми. Они это не исповедуют. Они об этом никогда не читали. Их это не интересует. И они не хотят на основе этого соединяться. Это все иллюзии. Там 10 человек на миллион. И то, если они все равно свободны, или просто еще не вышли из этого. А по душе именно такие. Вот. Ну, я что? Естественно, я живу... У меня одна сумка. Ну, и рюкзак там всегда до сих пор все у меня. Ничего у меня практически нет. У меня там ноутбук старый, который много лет мне служил еще. И сумка там минимум вещей. Рабочий комбинезон всегда у меня там. Зимний, летний. И какая-то самая минимальная одежда. Несколько майк там. Я вообще от всего избавился практически. И все. И вот так я ездил. Здесь нас хватает ровно на 4 месяца. Я не буду объяснять почему. Ну, или скажу вам. Это не в осуждении уже кратко. Нас не устраивает этот священник. Всех причем. Мы разъезжаемся. Побыл три или четыре месяца, если не помню. Три, три, по-моему. Прямо в начале сентября, как я вам говорил, приехал. И уже в конце ноября, по-моему, я уехал. То есть три месяца. Жил я в соседнем селе, через село. Там на горе, типа, тоже какой-то храм никчемный в полупустыне поставили зачем-то. Целый дом. Типа дом хотели детей каким-то. Я вчера ездил в соседнее село на велосипеде. 10 километров. И обратно 10. Доехал. Нормально. И дорога нормальная. На днях, может быть, попробую съездить. Это через село. Это 20 километров. Что да, 20 обратно. Ну, я надеюсь, селенок хватит. И дорога там будет. И я, может быть, съезжу в то место, где вот эти три месяца я прожил. И я вам засниму, покажу. Я думаю, будет интересно. Сейчас тогда об этом ничего словами не буду рассказывать. То есть, вот я там был. Там такой домик. Ну, зайти-то я не смогу, конечно, куда-то там все закрыто. А так, этот, который здесь был, как их зовут-то, я не знаю. Поп, батюшка, священник. Да пусть как хотят себя называть. Это называют священниками. В христианстве нет никакого священства. Это прекрасно знаете. Вот это все иудаизм. Чистой воды, переодетой просто. Вот. Он и там является настоятелем. Мы как бы туда ездим служить и сюда. И я там остаюсь. Все эти три месяца, чем я занимаюсь? Изучение. Ну, все продолжаю сутками. Читать Евангелие, Библию, Новый Завет, Библию в частности. Все, что можно. И я, конечно же, продолжаю изучать историю церкви. И все эти предания, какие только можно. Когда мне там тычут, ты почитай. Господи. Да я все по болтикам там разобрал. Я говорю, кому вы тычете? И тычут мне там. Я говорю, такие же семейники. Он там две этих прочитал. Или по каким-нибудь ссылкам лазит. Просто не сбрасывает. Да я все в оригинале прочитал. Ну, языков древних я не знаю. В оригинале на русском. Я все это прочитал. Я не по вашим там ссылочкам, по выпискам лазил. А пока я не вы там соберете статейку. И ты мне ей тычешь. Я все это прочитал. И не один раз. Многих твоих святых я по памяти уже мог цитировать. Целыми вот такими отрывками, как Евангелие и Библию. Кому вы это рассказываете? И кого вы хотите обратно в эту клоаку затянуть? Что это? Я там все посмотрел. И я не просто так от этого отрекаюсь. Это я не просто так, как все тычут. Это все плохо. Или это плохо. Или ты еретик. Ты грешник. Я говорю, почему ваше учение ложь. Как это делал Иисус. Я объясняю, почему. Это ложь или это ложь. Я все это составляю в жизни учения Иисуса Христа. Поэтому вы свои вот эти бредни оставьте. Чернила на бумаге. Они мне не нужны. Ко мне с этим вообще даже не лезьте. Я говорю, я вас буду банить жестоко. Мне это все не надо. У меня тоже есть сердце и психика. Зачем я буду всю эту лабуду? Я все это изучил, все это посмотрел. Я говорю, надо вам в этой клоаке кутыряться. Кутырятесь, сколько вам влезет. Вы Евангелие не успеваете читать всю эту лабуду. Рабочий человек, семья. Я говорю, он еще эту ерунду читает. Когда тебе Евангелие читать? Когда, сколько ты, полглавы, два стиха в день читаешь. Ты зато там типа томами зачитываешься. Я всем пример привожу, когда про предание. Это Яролаш. Помните про часы великолепные и два чемодана батареек. Вот это из этой серии, как он радостный побежал. И они тоже, ортодоксы, даже иногда умудряются проповедовать. Вот когда они проповедуют, я говорю, мне всегда этот Яролаш вспоминается. Они сначала вам типа Евангелие, а потом говорят, ээ, батарейки-то забери. Там один Иоанн Златоуст, наверное, два чемодана в эти не влезет в бумажном варианте. Сколько у него там томов. Даже я все не перечитал. Каюсь. Каюсь, признаюсь. Грешен. Вот так вот. Живу, получается, эту три месяца. Мы от него все сбегаем через три месяца. Где я живу, я покажу. Естественно, я остановлюсь. Когда мне тоже тычут, что типа, вот ты не понял православие. Или ты там. Я был абсолютно искренним человеком. Я всегда искренним. Я всегда чистым сердцем. Я всегда стремлюсь к истине. Мне ничего не важно. Не как обо мне кто думает. Вы, он, дядя Степа, мои родители даже. Обо мне важно только думать, что обо мне Господь. Это не просто фраза. Это имеется в виду, что я всегда живу с чистым сердцем. Я знаю, что Бог внутри меня, как внутри любого человека. Я поступаю точно так, как говорит Он мне. И это не совесть, как там любят этот бред нести. Это не совесть. Это живой Бог. Он всегда в тебе. Это свет, как хотите. Ты его чувствуешь. Когда ты правильно поступаешь, когда ты нет. Это не только касается морали. Совесть это все к морали свели. А это любой поступок. Это может вообще не касаться совести. Это даже вот именно выбор чего-то в жизни. Как поступить. Туда или туда пойти. Налево или направо. Ты просто доверяешь Богу. Ты заблудился. У меня был случай, не раз разный случай. И ты просто доверяешь Богу. Куда? И Бог тебе указывает. Все. Причем тут совесть? У тебя Бог внутри живет. Ты читаешь Писание. Тебя кто, совесть что ли просвещает? Ты Евангелие читаешь или Библию? Нет. Тебя Бог просвещает. Ты же, Господи, открывай мне все. Ум к разумению Писаний. И все тайны, какие мне полезны. Для меня и на пользу ближним. Здесь Бог живет. Нет никакой у христианина совести. Этого слова вообще нет в Ветхом Завете. Его никогда не употреблял Иисус. Я поступаю по его образу, его примеру, его учению. Зачем выражаться тем, чему никому не понятно. Я, естественно, думаю, ну ладно, я попробую быть православным. И как бы сейчас это ни звучало, как будто я так лицемерно. Или как мне толстовщиной тычут. Что-то только мне не тыкали. А то я Толстого не читал. Да и дело не в том, что я отрекаюсь целиком от Толстого. Да и у Толстого были хорошие здравые мысли. Понятно, кое-куда там его занесло. Мало того, что он просто отрицает Бога и вечность. Какой я толстовщина? С чем вы меня сравниваете? Я верю в бессмертие души, в Бога, в Иисуса, в частности, как Бога, пришедшего во плоти. То, что он будет Господом господствующих и царем царствующих. И светильником, и храмом Бога живого на новой земле и на новом небе. Ну что, с кем вы меня сравниваете? Толстой в это не верил. Толстой непонятно на что уповал. Надо жить хорошо. Ну и идей-то проповедовать им много. Мне говорят, ты вот проповедуешь, и все развалится. Да нет, родные, я как раз Евангелие проповедую. А вот ваши коммунизмы все разваливаются, толстовщины. Почему? Все стоит на безбожии. Ну с кем вы меня сравниваете? Ты хоть подумай, что ты несешь-то. Ты ли б сам тогда не понимаешь, что ты говоришь. Ну это ладно, всем давать ответ. Здоровья не хватит и времени. Я, естественно, пытаюсь быть православным. По-настоящему. Я же не просто хожу в храм. Я помогаю священнику. Я алтарник, я псаломщик, я певец. Как он там называется? Я все делаю. Я всему учусь, на все смотрю. Начинаю, естественно, изучать всю эту макулатуру, о богослужениях, о языках. Все, 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 все. Естественно, историю всего этого. Все, все, все я узнаю. Я всегда до всего докапываюсь до истины. Где там что? Все, я это практикую. Кто мне скажет, что ты на бумажке прочитал? Нет, все это было связано с практикой. Я делал, исполнял. Так, и так, так, так. Все, я абсолютно православный человек. Я все читаю, изучаю предания. Хотя, кто знает, как я изучал, я всегда, и с кем общался, я никогда не мог предания поставить выше. Через призму предания, на Евангелие смотреть. Я даже все эти года всегда, кто меня слышал до этого, кто общался со мной, даже когда я, может, себя к православию как бы причислял, я всегда говорил, я смотрю наоборот. Не как вы, через кривое зеркало предания, ого, шмеляки какие, на Евангелие, на Иисуса, через человеческий кривой глаз, я наоборот смотрю на все. Ну, есть там что-то подобное? Ну, хорошо, можно тоже взять. Ну, хорошо. Вот человек тоже исполнял заповеди, значит, это возможно. Вот там это святое пишет, что никого осуждать нельзя, сам не осуждал и не осуждает. И это приписано ему как святость. Да-да, все соответствует. Наоборот, я никогда не делал. Вот этим я занимаюсь. Я реально пытаюсь быть искренне православным, нелицемерно. Я пытаюсь себя убедить, что булка – это бог, что что-то должно происходить, что это какое-то таинство, что вся эта куча таинств, что вроде они есть, что-то, наверное, происходит, да, все это невидимо, ты ничего не чувствуешь, но это есть. Помните, как в том фильме, как он там называется? Видишь суслика? Нет, и я нет. А он есть. Обкурились там, давайте, ДМБ или как он называется. Я, по-моему, один раз как-то смотрел тогда покаяние. Вот это из этой серии. Видишь суслика? Нет, и я нет. А он есть. Тупой фильм, но вот про войну. Мы от него уезжаем через три месяца. В Воронеже я месяц еще нахожусь. Я ищу, куда бы мне уехать. Я не хочу жить в городе. Мне ничего не нужно. Живу я вот на такой минимум. Я там хлеб с водой ем и пью. Все, сутками я всегда пребываю в учении. Евангелие, нового за это Библии и предание. Я тогда начинаю всю эту историю церкви, общую мировую церковь. Я еще больше углубляюсь во все религии уже. Ну, не как тогда я рассказывал, а уже просто. Иногда что-то меня интересует. Я пытаюсь уже не истину, в смысле еще. Но вы поняли, да? Чтобы дать отчет, мне интерес. Я не могу тоже сказать, ой, там эти плохие. Я почему? Конечно, я был совсем поверхностно знаком с буддизмом, но я начинаю что-то и глубоко почитывать. А что там за восьмеричный путь, правда? А то никто говорит, ой, это христианство одно и то же. Да нет, дорогие, это не одно и то же. Я знаю, что это такое. Почему я и могу дать каждому человеку ответ-то? И сравнить могу, и анализ дать. И более того, как раз могу и, как это говорит, обратить человека ко Христу. Потому что знаю все эти косяки, их недочеты, и что толку-то тебе от твоей религии. Ничего она тебе не даст ни в этой жизни, на самом деле, ни в будущей. Я нахожу сайт какой-то, по-моему, что-то типа деревня онлайн.ру назывался. Там размещают некоторые частники. Может, то есть, ну, там есть какие-то продажи, ну, такой портал, да. Там есть, кто работу дает. Ну, я нашел какого-то мужчину, он занимается теплицами. Вот я сейчас живу в этой деревне, тут почти каждая занимается. Там была станица, никто, кроме него, не занимался такая, видимо, зап... Ну, такая, наверное, есть такие, где деревни, где уже там пять пьяниц. И действительно все разъезжаются. Это была обычная маленькая-маленькая станица в такую одну или две, по-моему, улочки такие маленькие. И все. Я первый раз бывал в станице. Все, у него дом на самом окраине. Рядом был соседский дом, он говорил, алкаши. Они умерли, он его забрал себе там за пять тысяч, естественно. Дом стоял на земле такой вообще. Ой, там жуть. Ну, его дом нормальный, он занимается теплицами, вот этими выращиваниями. Я к нему еду. Это под Ростовом, еще 200 километров южнее Ростова, где-то вот так вот. К нему еду, он меня принимает, селит в этом халупе. Это январь, но там, в принципе, около ноля, потому что это, я говорю, 200 километров еще южнее Ростова. Да и зима была достаточно сиротская. Конец января где-то. Два месяца я еще в Воронеже пробыл там. Вот, и поехал дальше. Естественно, что я делаю? Я только в слове. У меня такие были, я купил плеер такой ушной, без проводов, чтобы было удобно работать. Sony Walkman хороший такой, все там, все управление на этом. Я сутками только слушаю. Слушаю, читаю. Слушаю, когда вот руками что-то делаю, работаю. И читаю, когда я свободен. Все, ем, отдыхаю. Я всегда в чтении. Ну, всегда в молитве. Я все практиковал. У меня правила, кто знает там у ортодоксов, у меня по полтора часа были правила, утренние и вечером. Я всех поминал, я все туда впихивал. Я молитвы всех святых себе вправил, какую только встречал, а уж я-то благодаря чтению встречал. Ого, сколько всего. И свои я люблю все это составлять. И сам я там все пируэтами это понаставляю. Ой, это кошмар, конечно. Все, я это прошел опытом. Почему говорю, когда мне там что-то пытаются тычить. Что вы мне нового? Я прошел это, прошел. Возвращаться мне некуда. Только Иисус имеет глаголы вечная жизнь. Все это, все это. Мусор человеческий, мусор. Этим я, конечно, занимаюсь. Живу я опять один. Я вам сказал, я живу безбрачной, целомудренной жизнью. Все. Живу я. Там уже зарплата у меня тоже. Ну, небольшая. Платил он, конечно, совсем там. По моим, тем более, амбициям и желаниям до покаяния. Это были копейки. Но мне даже этого с лихой хватило. Хватало, потому что что, за жилье опять платить не надо. Еда. Что-то покупал. Что-то даже уже можно. Ну, там еще не было, конечно, ничего. Что-то там. Это зима. Мы цветы начинаем сажать. Это цветной сезон у тепличников. Вот. Я. Тридцатая минута. Я вставлю себе фотографию, чтобы все не прослушать. Я запомню. У меня осталась одна фотка. Он меня сфоткал. Я с цветами. Сейчас вы ее на экране увидите. Вот. Это я там у него в теплицах. Вот мы сажаем цветы. Начинаем январь, февраль. Все-таки петуньи. Что-то там я уже забыл. Петуньи я сама запомнил. Да всего там навалом. От семечка выращивали. Научился цветы выращивать. Ну, потом огород пошел. Конечно, сажали и овощи. Выращивали все. Там начинали помидоры, огурцы. Там все. Объемы просто бешеные. Ну, ничего. Ну, и все. Вот так вот и живем. Я говорю, дом такой вообще на земле. Знаете, землянки такие. Ой, холодно было. Жуть. Я чуть ли не в валенках спал. Наверное, как раньше бабушки спят. Потому что все равно задувает. Ни двери, ничего. Все. Печка эта. Ой, это вообще кровать. Такая комната. Ну, ничего. Пожил я там 4 месяца. Да, помню, когда Пасхи опять. По-моему, 5 мая была в том году Пасха. Вот. И я уезжаю. Я продаю там. Одна с нами. Он еще и женщин. Потом побольше нанимал. Побольше. Я был один сначала. Вот приехал. Потом он там местных кое-каких нанимал. Тоже помогали. Подружились. Все рыдали, когда я уезжал. Ой, все такие, простите, расскажу, хавалки. Да, курили, пили там. Ой, со мной прикалывались. Ну, так лет по 50. Ну, рыдали, когда я уезжал. Димка, куда ты? Нам без тебя бы скучно. Вот. Я им там и проповедовал. Ну, прикольно было. И что? Ну, вот я 4 месяца с ним пожил, поработал. Я говорю, оставил какие-то вещи там, оставил все. Ну, куда? Что-то все равно ты приезжаешь, конечно, ты чем-то обзаводишься. Что-то надо купить по хозяйству. Там ни кружки. Все-таки опять чем-то обрастаешь немножко. Все я там оставил. Какие-то вещи что-то даже раздарил. Там у меня было, у них там дети, вечно вся нищета. Там у кого сын с меня ростом, да. Что-то там подарил. Я говорю, ноутбук отдал. Там ей недорого уже. Ну, он, в принципе, конечно, и не новенький был. Ну, все равно. Ну, отдал она, захотел сыну в подарок. Я думаю, а сам, думаю, что-нибудь поменяю уж новое. Уже 100 лет мне было. Я хотел тоже уже потихоньку. Я сначала все раздавал. У меня ничего не было. Вот я этот ноутбук раздал. У меня была электронная книжка такая. Я, говорю, от всего отказался даже потом. Я даже долго. Я, по-моему, еще некоторое время не покупал вообще ничего цифрового. Наушники вот эти потом плеер слушал. Электронная книга такая. Кто знает, очень легко она не читать. Она не горит. Долго хватает аккумулятора. Вот я так жил. Все, что мне надо. Я мало общался. Я говорю, всегда слушаю что-то. Плюс, когда тебя зовут, ты все слышишь все равно. Через это. Очень удобно. Сейчас, говорят, видел, наушники есть вообще вот сюда надеваются. У тебя уши свободны. Ты вообще... Ну, ты слышишь как-то... Короче, они как бы стучат через волны. Ведь звук это волны. Ну, это я так, ладно. Вот. Прикольно. Ну, сейчас я мало что слушаю тоже уже. Уже наслушался. Всему свое время, вы знаете. Вот это никогда нельзя жить, я говорю, по системе. Никогда. Надо жить живой, живой органической жизнью. Это счастье. Вот. Время разбрасывать камни. Время собирать. Время сеять. Время жать. Всему свое время. Ну, и что? Оттуда я тоже уезжаю. Ну, что мне там делать? Уже как-то мне стало скучновато. Я люблю менять места. В принципе, как вот Авраам ходил, Господь ему сказал, нигде не останавливайся, чтобы ты не приедешь. Я люблю вот так двигаться. Сейчас я вот как-то осел, хотя мне кажется, ненадолго тоже. Меня и зовут уже в разные места. Я подумываю, возможно, я перееду. Вот. И как раз мы переписываемся, кстати. Там интернет я делаю. Я от хозяина провожу из его дома шнур. Прокладываю длинный такой. Вот. Может, надо было Wi-Fi, кстати, настроить. Ну, ладно. Протянул, помню, шнур покупал. Все там тоже в деревьях. Да встань, еле-еле всегда все. Целая проблема что-то купить. Тогда Алиэкспресс еще что-то не было. Это вот он только недавно так появился. Или я тогда не знал еще о нем. Я, то есть, имею доступ к интернету. Дальше продолжаю что-то смотреть. Тоже проповеди. Я все, все и переслушал. Все, что только можно. И ортодоксов, и протестантов я достаточно послушал. Все. Всех известных, неизвестных. Все читаю. Всегда занимаюсь. Я всегда эти тексты любил. Я говорю, там делать. Я всегда что-то выписываю. Я говорю, я все разбирал вот так по болтикам. Поэтому компьютер мне, конечно, служил. Вера и правдой. Я на нем всегда работал. Всегда занимался. Ну и вот я... А когда мы с Серегой переписывались, который меня привез сюда, к этому, в Пузево, к батюшке, к этому, да, будем так его называть. Священник у меня как-то язык не понял. Хотя это даже для них оскорбит, потому что это иудаизм чистой воды или язычество. Нет христианственных священников. Ну, батюшке-то, главное, просто смешно звучит, когда этому батюшку 20 лет. Вот. Ну, этому хоть, ладно, отцу Роман 50 было, его хоть можно батюшкой назвать, хотя тоже 50 лет батюшка какой-то. Вот. Батюшка – это человек с седой бородой до колена. Вот. И он мне говорит, что отец Роман там тоже раскаивается, ну, как бы извиняется. Ну, там кое-что там произошло. Вот. Говорит, не против, что если вы все обратно соберетесь. Ну, и я говорю, ну, отлично. Я думаю, ну, ладно, еще раз пойду. Ну, сам отец Роман хороший человек был. У всех у нас, все мы не без греха, без недостатка. Я поэтому не сужу, не хаю. Просто, ну, у всех свои косяки, да. Главное, чтобы мы свои косяки просто на других не вешали. Вот это самое главное, да. Вот. Если нас действительно в прямом грехе укоряет, особенно против самого себя, то надо все-таки покариться, да, а не в позу становиться. Еду через Воронеж, у этого друга все останавливаются. Он всегда меня приютял, или, как правильно сказать, да, припригревал. У него я месяц тоже отдыхаю немножко. Мы с ним, я вам сказал, давно тоже знакомы, дружим, уже больше 10 лет. У него частный дом там в Воронеже. Ну, без земли, в городе там земли-то нет. Ну, так, частный дом с небольшой площадочкой, небольшим кусочком, там, полсоточки, может, полдома там у него. Вот. Живу у него там месяц, как всегда, что-то пока езжу, что-то себе вот меняю, какие-то апгрейды, что-то там по технике немножко я ищу. По-моему, я купил вместо этого компьютера, точно, я купил такой маленький потом планшет. Потому что я как-то, думаю, я уже ничего не работал, я хотел просто слушать, слушать, читать. Мне почти не нужны были никакие программы, ничего. Думаю, куплю себе маленький планшет такой. Там, сколько, 10 дюймов где-то такой. Да, планшет я себе, по-моему, купил. Ну, я же заработал там немножко. Что-то поменял, что-то понял, что для путешествия что-то надо. Я помню, там, что-то из одежды, что-то поменял. Я говорю, ну, неважно, в общем. Ну, и все, по-моему, месяц я побыл и сюда опять возвращаюсь. Начало июня, по-моему, где-то так тоже. В мае я, наверное, пробыл в Воронеже. И приезжаю опять сюда. Здесь опять этот Геннадий, дедушка. Ему где-то под 7, сколько ему лет-то, 60? Геннадий, наверное. Ну, я назову Геннадию, он очень хороший в том плане еще, что он... С ним вот общаешься, он как ровесник тебе. И он сам любит такое общение. Он простой такой, вечно веселый, вечно прикалывался, подкалывал, наоборот. Даже очень жестко. Мы его иногда осаживали. Вот, он потом сам обижался. Я говорю, ну что ж, ты сам обижаешься, когда тебя? А сам-то ты любит. Он приколы такие жесткие, подколы. Серега его умох, и я так немножко, как Геннадий. Ты смотри, у нас тоже есть язычок. Вот, ну ничего, а так я его очень люблю. Мы вот тут все постоянно были вместе. И он возвращается тоже, там куда-то поездил, еще по кому-то, и тоже возвращается. И мы опять здесь. Уже этот период лета я живу прямо в храме. В храме есть правая часть, там где трапезная. Там было все по-старенькому. Мы там начинаем ремонт делать, затеивать. Я и в этом участвую, естественно. Так, как умею это делать. Ну и все, и помогаю. И живу. В принципе, меня все устраивает. Вот прям здоровенный там храм. Он памятник архитектуры. Ему 200 лет, тот или больше 200 лет. Вот. И я прям в этом храме и живу с правой стороны. Вот в этой так называемой. Но тогда она и трапезник не была. Там полы-то уже отец Роман поменял. Но это просто старое помещение. Все облезшее. Потом, конечно, он там сделал супер такую. Под евроремонт. Вот. Я полгода там живу. Я решаю поступить. Я об этом уже рассказываю. Ну, сейчас опять такие ролики хочу пять записать. Чтобы прям от А до Я достаточно рассказать. Хочу всего не расскажешь. Да и кому она нужна там чужая жизнь в подробностях? Да она самому-то особо не нужна. Я не любитель там ностальгировать и все что-то. Я просто рассказываю, чтобы вы знали меня. Вот и все. Вот. Я решаю поступать в православную семинарию. Она есть у нас в Воронежской области. Вроде бы был заочный. Меня это очень порадовало. Тем более у меня возраст такой. Тем более мне это не надо. У меня есть высшее образование. Я вам, по-моему, говорил в первом ролике строительное. Вот. Зачем мне все это надо? Я свое отучился в студенческие годы. Все пережил. Мне все это зачем? Тем более на очном там идут. Вот именно все прям после школы. Там нет ни одного практически человека или парня там даже после института. Все со школы после их там посылают родители, имеющие отношение к культу или не имеющие, просто жаждущие, чтобы их сынок стал служителем культа. Я это понимал, слышал, знал, узнавал, что мне там делать. Вроде есть заочный. Я хотел на заочный поступить, чтобы просто программу проходить. Я говорю, я люблю все эти вещи, чтобы разобраться точно. Думаю, ну так я там буду. Вот. Решаю поступать. В начале сентября там эти поступительные. Ну а лето здесь живем, вот что, занимаемся и руками, и служениями, и руками я всегда что-то делаю. Всегда, сами понимаете, работы там полно. Вот. Мы с ним договорились, он мне пятерку, пять тысяч давал в месяц на жизнь. Я говорю, отец Роман, я не люблю клянчить. Он как бы, когда что-то первый раз приезжал, он говорит, в принципе, что надо, я все помогу. Но меня я так не люблю. Я говорю, отец Роман, в тот раз приехали, я говорю, давайте так, какую-то сумму определим. Уж я ее там отрабатывал 10 раз, это понятно. Вот. Я говорю, ну я не люблю клянчить. Зачем я буду на трусы просить, когда мне надо носки, что-то мне надо. Даже вот по технике мне надо. Он не жадный не был, это уж у него не отнять, это точно. Он всегда бы давал, я говорю, просто, а мне даже так удобнее. Я говорю, я лучше со своих сэкономлю чуть-чуть. Мне этих пять тысяч вот так хватит. Тем более, да, еда, еды полно в храме, сами понимаете, там все завалено было. И какой хочешь. Ой, там можно было, как на лучших курортах, наверное, Гоа. Все у нас было. Вот, жилье бесплатно. Все, говорю, мне пятерки вот так вот. Я говорю, на все мои даже какие-то вот ими прихоти эти так назовем. То есть мне что-то захотелось там. Ну, все равно что-то себя покупаешь. Я говорю, какие-то мелочи, технику. Я что-то, все равно надо. Да это что-то угодно. Сломается этот плеер, он 4 тысячи стоит. Все, на, откупил. Вот. Вот, куда-то ездили все равно. Я, ну, к родителям-то, я говорю, все это вот так идет, жизнь за жизнь. Короче, так проще мне было. Ну, он согласился, он говорит, да не вопрос. Вот. Так мы живем. В августе месяце мне становится плохо. У меня очень плохое самочувствие. У меня начинаются ужасные головные боли. У меня начинает бешено скакать давление. Верхние и в нижние диапазоны. Меня колбасит, меня трясет, у меня жар, у меня нет сил. Вот, хоть караул кричи. Что это такое, понять не можем. Здесь хорошие, в принципе, как это говорит, больницы, нормальные отношения, конечно, люди. Все равно в деревнях попроще пока. Ну, хотя тоже, человек человеку рознь. Меня начинают лечить, обследовать я там езжу. Ну, прокалывают тут эти курсы, казалось бы, по классике. На самом деле ничего не помогает. Я еду поступать в этом ужасном состоянии. Думаю, как рассказать. Что сначала рассказать. Ну, ладно. В это время, этот месяц, август, и когда меня накрывают, ну, с горем пополам, и надо отпустить, надо плохо. Вот это состояние у меня до сих пор продолжается. Там был только, сейчас расскажу, период вроде отпустил, и потом опять уже накрыл, и все. Вот так я живу уже пятый год практически. Не пятый, а сколько получается? Ну, пятый, четыре года, да. Я здесь уже четыре года, что ли, получается. Мне тридцать пять, ну да. Вот. Ну, кто знает там все это причастие, так называемое, да. Я перед этой семинарией, я причащаюсь каждое воскресенье. Готоваюсь там. Я очень сильно, я тогда понимал, Господь сказал не судить, сам не судил. Конечно же, я понимал с самого начала, я вам рассказывал, что Евангелие – это Евангелие и благовесть Иисуса о святости. Прежде всего о любви человека к человеку. Я это все понимаю, я в этом подвязаюсь. Я говорю, почему он с тем же самым геном? Я ему говорю, Ген, ну, что ты там подкалываешь? Я говорю, ты же прям колешь человека. Это же неприятно, как минимум. Я говорю, совсем, ну да, да, да. Сдержаться не могу. Я говорю, ну, надо как-то сдерживаться. И вечно всех переносим, все плохие. Я говорю, так делать. Я говорю, давай не будем. Чего вот этот-то плохой? Ну, чего он тебе? Там все плохо, там все плохо. Про конкретных людей. Я говорю, давай не будем об этом. Я тогда понимал, я говорю, у этих тех самых, там, святые, не святые, я говорю, жили они, жили, я не знаю. Но там есть в литературе здравое, да, которые в Евангелии говорят. Что, как ты судишь другого? Ты кто есть-то? Причем, порой очень сильно об этом сказано. Я говорю, они такое ощущение, особенно мне вот эти, которые меня как раз судят. Еще мне эти ссылки, ну, из этих святых. Я говорю, а ты другой-то читал? Да он бы тебя увидел, он бы с тобой, как говорится, рядом не сел. Потому что ты, все ты им тычишь-то. А ты читал, что он писал-то? Ты мне перед этим, что только не написал. Я бы тебя по этому же святому бы осудил, не говоря о том, что ты по Евангелию вообще не поступаешь. Я тогда очень серьезно, так скажем, подвязался вне осуждений, прежде всего. Мне прям, мне как Господь это открыл, что нельзя этого делать. Нельзя лично человека распинать. И у меня есть, вот в следующих роликах, кому интересно, в плейлисте о себе, там больше роликов. Я вот сейчас пять записываю. Таких общих освежить, освежить, чтобы... А так, я уже об этом рассказывал. У меня было, Господь мне открылся очередной раз. Вот в этом храме, капище, как я их называю. Ну, потому что Господь-то любит всех, понятно. Если надо, он человеку будет везде, как вот мы с вами в Ветхий Зайд будем читать. Господь-то не оставляет в любом случае людей. Хоть мы куда валимся. Но это не говорит, что это можно из этого вывести истину, что это хорошо. Я рассказывал, я вам сейчас расскажу кратко. Вы в роликах, это в других, если захотите, посмотрите. Просто еще я буду одно и то же рассказывать. Все-таки я об этом рассказывал. Я, как сейчас помню, стою на этой исповеди, и вот всех осуждаешь вечным. Ну, это же реально капище. Там людям ничего не надо. Шум, балаган, я всем рассказывал. Вот там, а там по воскресеньям, перед храмом вот это, приезжают на машинах, типа, базарчик, да, выставляют, кто конфеты, кто хостовары. На улице тише, чем там галдеж. На улице тише. Перед храмом тише, чем в храме. Я говорю, базар это не храм никакой, базар. И причем, если бы это было, да, если бы это была норма, а тебе-то, как раз я-то не против, если бы было по-евангельски, что в общении, преломлении хлеба, пребывали в радости, веселье, ели пищу, но там-то все рассказывают, что там все должны как вкопанные стоять, не шевелиться, а там базар. Ты же начинаешь судить по ихне истине, а по ихне истине не получается. А не получается почему? Да потому что это неестественно. Люди пришли, не могут 4 часа, как столбы, простоять. Ну, могут, только тогда в чем это? И многие не могут, или не хотят, или не знают, что это надо делать. Ты осуждаешь самого за эти вещи, ты потом понимаешь, что ты еще и судишь, что поистине? Нет. По какой-то придуманной истине. Заповедь это строит капище? Нет. Заповедь это в них стоять, как чурбан по 4 часа? Нет. Получается, ты погрешаешь, вот они понапридумали свое учение, люди в грех вводят. А за что? В принципе, ты понимаешь, что у тебя, в принципе, возгорание-то в сердце доброе, может быть, по всему этому, а по сути-то ложное. Доброе, но ложное, потому что неверное. Посыл-то, может, неплохой, но если бы это было грехом, а это же не грех, по-хорошему церковь-то и должна собираться для радости, общения. И тогда был бы галдеж в большом собрании, но только это было бы нормой, ты бы не судил. Кстати, ты сам бы не против похалдеть и пообщаться с братьями, там, посидеть за общим столом. Вот так вот. Ну и ладно, но я-то подвязаюсь вне осуждения, неважно, какая причина, да? Я помню, когда я, так называют, посистился, да, и мне Господь просто открылся. Это было великолепно. Как я сейчас вспомнил, кстати, потом я только через года или через год я вспомнил, когда кому-то рассказывал, что это было как раз, кстати, на ихний, так называемый, праздник преображения. А почему я это запомнил и, вроде, через такое время, а тогда-то не уразумел, я потом, они же называют это яблочным спасом. Я помню, что весь храм был в этих яблоках, мы их раздавали, вот, вот, а ты это слово яблочный спас чаще слышишь, чем преображение. Я даже тогда не придал этому значения, лишь через год я вспомнил, да, это же был яблочный спас, а это преображение. А по-простому, как всегда, люди придумали какой-то яблочный спас. Вот. И вот на это преображение меня, конечно, господь посетил, я помню, такое было великолепное чувство, я рассказывал, вот, это было здорово, да, то есть, я говорю, тоже был свет, радость, и тот, в тот день мне господь показал внутреннее блаженство, не как он меня любит, а как можно любить. Я рассказывал, что тут, а народу было, это же праздник был, народу много было, храм здоровый, я говорю, памятник архитектуры, он там огроменный, он, не знаю, он сколько там, 20 на 30, такой, прямоугольный. И, естественно, людей на праздники приходит много, ну, по крайней мере, в этом селе. И я помню, как вот меня, когда господь посетил, я, как это говорят, благодать там, или как это, слава Божья тебе сияла, я говорю, ведь день-то, ну, да, это лето, это август, но день-то пасмурный, насколько я потом всем вспоминал, было, ну, и что там, окошко с этого купола, а я же чувствую, что, знаете, вот свет, свет, широта и любовь, конечно. Только что я всех этих осуждал, и в деревне, ну, что там, тети, да, у меня вечно там то модели, то модели, бабушки все старенькие, вот такие вот, по метр пятьдесят, все кривенькие, ручки все опухленькие, мужики тоже, все вот такие там два человека придет, мне люди казались такими красивыми, и причем это удивительное чувство, это чувство внешних глаз и внутренних, внешне ты все видишь, ты все осознаешь, ты же видишь, что человек, он не поменялся в твоих глазах, она не стала девяносто, шестьдесят на девяносто, она как есть это, а мы, после того, как это причастились все, я тоже в этот день, в последний, в третий раз, и должен был, по-моему, через несколько дней вот уезжать в Воронеж, в этот семинар, и мы вставали с Геной в этих вот, и он стоял, яблочки, по-моему, раздавал с подноса, нарезанные там, а я стоял с этой, там деньги ложили, копеечку это, вот, или наоборот, я не помню, или я с этими яблоками, а, как-то вот так, или что-то, а, он просфорупов, а яблоки зачем-то там брали, бабушки еще обратно яблоко умудрялся положить, ну, что-то такое, почему я запомнил, потому что этих яблок было море, они еще мне ложили, по-моему, на миску, они же все через нас проходят, все эти люди, которые, все это долго длилось, это человек 500, наверное, в тот день, в среднем на праздники, приходило, вот, в Узовский хам, от 300 до 500 человек, я просто помню, он считал всех, был журнал, он записывал, иногда я сам записывал, поэтому ей цифры просто помню, знаю, они вот к ним меня идут, а я еле сдерживаюсь, чтобы ее в устанье расцеловать, бабулька 70 лет, а мне ее хочется обнять и поцеловать, и я не извращенец, ну, были женщины старше меня, но не на 50 лет, на 5, на 10 лет, понятно, такое бывало в моей жизни, вот, поэтому я специально об этих вещах рассказываю, ну, и любовь-то, конечно, у меня к ней не плотская, и не как мужчина к женщине, я говорю, и даже не как к бабушке, а просто как к человеку, в ней даже, в принципе, у меня и к мужчине, я вот смотрю, они все красивые, они все красивые, они все такие, ну, я смотрю, я 100%, если я так-то лыблюсь, тогда я точно лыбился, Генка, во-первых, мне казалось, что я сам свечусь, вот как тебе это может казаться, но тебе кажется, ну, в принципе, от лампочки же исходит свет, или вот ты стоишь, наоборот, лампочка, сзади тебе свет же вот так, конечно, я что снаружи, я чувствую, хотя, по-моему, я поднимал голову, я же вижу, что обычные лучи солнца, наверное, там купол большой, но я в общем виду, что общий свет увеличился, ну, очень светло в храме, очень, очень светло, и у меня на душе просто свет, и свет из меня, вот как будто я, как будто всех освещаю, да, но Генка-то, я помню, он тоже на меня посмотрел, так, типа, что, лыбишься, то есть, он не видит этого, я понимаю, а он на меня так смотрит, почему, он тоже любил что-то подкалывать, и он мне даже, по-моему, что-то сказал опять в подкол, типа, что ты там это, а я на него смотрю, вот когда он мне это говорит, можно сказать, тебя обзывают, а он мне прекрасен, а он мне нравится, какое-то было нереальное чувство, я говорю, я понимаю, что, я опять же, конечно, я знаю, кто это, я знаю, что это Бог, Бог со мной, и это никому ты, это как вот ты видишь доброго человека, родного, который тебя не обидит, который твой лучший друг, вот, чувство это понятно, когда он начинает, а может это бес, ну, как же бес, ты с людьми сравни, вот ты видишь своего противника, вчера там тебе, может, кто-то плевает, там враг твой, еще там по двору какой-нибудь, или сработник, ну, какие-то чувства испытываешь, даже когда ты мимо видишь этого человека идущего, видишь, пьяница идет такой навстречу, думаешь, ну, что у него на уме, и ты видишь, еще издалека брат твой идет, душа, сердце твое, жена, муж, это вот, это не надо никому ничего объяснять, это вот, ты как родного видишь, Бог, каждый, он наш творец, он наш создатель, ты его просто все, это самолюбящая личность, существо на земле, только существо, какое-то слово такое, как будто к маленькому, это наш творец, его не надо, и не надо его объяснять, кто он такой, вот, что происходит, это, конечно, и, 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 и вот тогда я почувствовал дух, дух любви, не только твой, не только вот эти эмоции, которые у меня были в жизни, я же тоже влюблялся, что-то, это было что-то вообще невероятное, и ты не один любишь, а как будто ты с кем-то любишь, вот как в принципе, да, наверное, вы с женой знаете, что вы любите своих детей, ты же тоже чувствуешь, ты как будто чувствуешь, что она любит, ну, конечно, мы обычно по делам это, и по словам видим, но мы и просто это знаем, да, вот как-то вот так, и вот кто-то со мной вместе, мы вместе любили еще кого-то, Это было невероятное чувство Это было блаженство Ну я говорю, в принципе, как оргазм тебя распирает Тебя просто трясет от этого чувства Это, конечно, классно Хотя я могу вам засвидетельствовать, что это с земным оргазмом и близко не стоит Это намного круче Это не стоит, когда ты там бежишь к первой своей девушке Тебя трясет на первом свидании Нет, это не оргазм физически Это так По сравнению с тем, что был Я помню, что мне было очень хорошо Очень Было просто хорошо Длилось это, в принципе, всю, что шла, вся эта процессия Прикладывается к распятию на лодчике Насколько я помню, называется И вот проходит мимо нас И там идут по кругу гуськами Вот сколько это шло Тем более длилось Тем более храм был полный Праздник был Все это время я пребывал в таком состоянии Потому что я помню, что я повернулся И мы заходим в алтарь со всем этим, что там И это прошло Вот так вот это было у меня Кто-то начинает Ой, вот же у тебя в храме было Давай, давай, ты же православный Да нет, дорогие Бог тебя может посетить где угодно Это абсолютно Если тебе Бог в тюрьме посетил Тебе что, в тюрьме теперь всю жизнь сидеть? Ну сиди Это все никогда вы не свяжете Бог просто любовь Бог мне открылся Мне нужно было это утверждение Оно многое сыграло на тот момент в моей жизни Очередной раз Бог меня опять подкрепил Дал мне опытное свое познание Я понимал, что я делаю Куда я иду Это было здорово Сейчас я уж не помню Что мне там еще в частности дало И какой я был на какой ступени Что мне это может быть Вот я Я очень подвязался в любви Очень И в словах Вы знаете Я стал с людьми Очень так вот аккуратненько Нежненько Все вот прям Я ничего не Не хочу вообще ни о ком Ничего плохого говорить Даже в третьем лице Даже в десятом Причем этого много Именно вот у этих Ортодоксальных святых написано Они этого как видеть не хотят Поносят там всех Чехвостят И в интернете Друг другу И тебе вот грязь лют Какой ты православный Ты хоть читал Что они пишут-то Это первый признак Они говорили Неосуждение Неосуждение Потому что это Они говорят Это фундамент А любовь высшая И вот ты от неосуждения Только начинаешь путь Если ты осуждаешь Ты вообще еще не приблизился К этой заповеди Если ты осуждаешь человека Оттуда и злословие Все понесло Поношение Обличение Как они это называют Публичное Причем не за грех Против себя Все Ты даже Ты даже не то Что ты не приближался Ты еще ниже этого порога Неосуждение Это первая ступень Это вот горизонт Это вот уровень земли Ты должен только вылезти Хотя это все В Евангелии написано Вот Но я стал тоже Немножко в это уклоняться Думаю Ну да Вот может быть Надо только вот так Хотя в Евангелии Господь сказал Не суди И сам не осудял Не осуждал И более Настоящий пример Женщины взят Прелюбедение Показал И никому не позволил Но мы настолько Бестолковые Нам забили голову Что мы можем делать Что хотим Что нам в голову взбрело Вот так вот у меня было Все это Расскажу я еще дальше Уже ролик большой Но ничего Я не хочу его делить Это мое возрастание Ролик я назову Конечно же Возрастанием во Христе Ростом во Христе До того момента Когда я считаю Что я вырос Повзрослел И стал Как это называется Зрелым Да Но полноты зрелости Человек не достигнет Никогда Совершеннолетие Как хотите О нем я буду рассказывать В следующем ролике И до этого дня Хочу договорить Ну и я уезжаю Причем мы все Разбегаемся Опять от него Я уезжаю в этот семинар Я знаю Что я уже не вернусь Догадывается Отец Роман Нет Мы не знаем Ну наверное догадывается Опять у нас отношения Очень натянутые Они внешне нормальные Но дух то разный Все что я думал Я всегда говорил По поводу этих культов По поводу личных отношений Все равно у нас были трения У Геннадия то же самое Мы все опять разбегаемся Геннадий в этот второй приезд Покупает вот этот дом Который вы все Видели у меня И вот где я сейчас живу Покупает его за 50 тысяч В Бухе в него 1200 Ну естественно план за работу Сам он ничего не делал Соответственно работа Материалы Все делает по простому Он делает Абы как Я на самом деле Я строитель Сам я отделка Я знаю как надо делать Вот Ну в Бухе даже больше может Вот покупал Хотя рук ведь Вот он ее здесь делает Здесь он живет Тут конечно все было зарос То что уже вот тут Такой порядочек Это моя заслуга Вот тут конечно Вот так вот было Выше головы все И мусора везде полно Я так потихонечку В порядочек приводил Тут Я уезжаю в семинарию Про семинарию тоже много Рассказывал Вы еще в ролике В плейлисте Кому интересно Продолжите смотреть Вы там увидите Мои свидетельства Я поступаю Сдаю все на все пятерки Все предметы Знания для меня Это не проблема Мне они сейчас Особо легко Все отдавались Плюс мне это интересует Я это не себя Как там кто-то понуждал Не заставлял Мне это было самому интересно Я потом разбирался Поэтому мне очень легко было Но я один из немногих Кто проходит И комиссию я не прохожу Потому что митрополит Кто знает кто это такой Да области Он говорит Типа оставайся наочно А я говорю Я не хочу оставаться Но он видит Что я семьи Нет у меня там На заочно Оставляют либо семейного человека Там Либо старше 35 лет Там еще что-то Но я правда Старше 35 еще не подходил Но все-таки Мне по 30 Мне не 16 лет-то Ну да Я безбрачный образ жизни веду Ну и что Это не повод Чтобы мне там находиться А это вообще Я посмотрел Сейчас не хочу вообще Рассказывать об этом семинаре У меня есть ролики Вы посмотрите Мне там делать нечего Наочном И я ему об этом Просто и мягко говорю Что я говорю Нет Я еще плюс болею Вот я уезжаю в таком состоянии Он говорит Нет Давай Либо наочное Либо нет Я говорю Ну у вас же написано Вот я приехал на заочное Я предметы Сдаю на заочном Если бы я наочное Я должен был в августе Приезжать Даже в июле На два месяца Там что-то немножко работать Все это в курс Входить Там другая немножко Система Если ты наочный приезжаешь А потом сдавать Еще в конце августа А это сентябрь Там три дня всего Пять дней там она была Находиться И три дня экзамены Три экзамена История Там все вот эта догматика Под догматикой Короче И сочинения Ну нет так нет Я остаюсь в Воронеже Сюда я не еду Отец Роман звонит Я говорю Я не приеду Он обижается Бросает трубку Ну ничего Я остаюсь жить в Воронеже У другого моего знакомства А у моего шефа Вот этому По клубам Я снимаю комнату У него остаюсь Но он ведет свою жизнь Я уже с ним Этими вещами Как я говорил Я не занимаюсь Я не участвую Я просто У него четырехкомнатная квартира У нас всегда с ним были И остаются Хорошие отношения И я говорю Можно у тебя Мне у него хорошо Я знаю этого человека Сто лет Вот У него нет Ни жены Ни детей Вот И я спокойно Там у него живу Он меня не трогает Вот Никогда не трогал То есть Я спокойно там Ну короче Мне с ним комфортно В этом плане Вот и все Я у него в этой квартире Снимаю комнату Я говорю Сразу же устраиваюсь На работу На стройку С этим проблем нет Тоже весь Своронеж Там кому надо Позвонишь Всегда тебе Братишка Там с которым я работал Тоже сразу Да конечно Что удивительно Я казалось бы Болею вот этой болячкой Которой я теперь болею Уже четвертый год Я выхожу с понедельника На стройку Ну камень У меня профессия миллиона Одна из них каменьщик Да Вот Я выхожу на стройку Каменьщик У меня все проходит Я даже не заметил как И потом Четыре месяца Я живу в Воронеже Просто работаю Опять сутками Меня на работе На этой прозвали Немым Дали мне кличку Потому что я всегда В этих наушниках Продолжаю слушать Евангелие Предания Я там все это Дома читаю Когда Ну читать Правда уже со стройки Приходишь Что там читать Откинулся Ток сел Поел Или там в ванну лег И вырубился И все Очухался Встал до кровати Дополз Вырубился Шесть глаза Открыл Попил чай Кофе Пошел На работу Все Вся жизнь Работали по 10 часов Как всегда Тяжелая работа Ну живу Вот Повстречался С некоторыми девушками Познакомился Ну стал На сайт Зарегистрировался На христианских Повстречался С некоторыми девушками Посмотрел Что меня все это Не устраивает Кто религиозница Ой это беда Хотя с одной Стал дружить Стал дружить И даже Впервые в жизни Сделал ей предложение Купил кольца Как сейчас помню Это было по-моему 20 декабря Ну вроде решили Пожениться Да И я покупаю кольца Денег то у меня Что там Ну на стройке зарабатываю Хорошо Стала откладывать Собирать там что-то Покупаю эти кольца И меня Вернее я помню Когда меня накрывает Это 20 декабря То есть 4 месяца Получается я прожил Мы с ней там Стали встречаться Ну и она тоже взрослая Уже что там Мы же не будем Годами встречаться Вот Решили там В принципе Объявили Она как бы Православная Я вроде бы Как-то тоже Вот Ну видимо Бог все управил Так все И я помню Что 20 числа Меня накрывает Опять вот эта Моя болячка Мне ужасно плохо Я каждый день Вызываю скорую Меня просто Выворачивает Наизнанку У меня адские боли Адское У меня Какие ощущения Давление В общем все это не передать Мне жар Я с кровати Не могу вообще встать Меня частично Парализует Как бы тело Ты подняться Не можешь Ты просыпаешься И ноги Не работают Это было удивительно Для меня Вообще Я сейчас Обо всем Об этой болячке Не хочу рассказывать В общем Мне стало Становится плохо Я еще как-то Две недели На стройке Отработал Я вообще не помню Как это все было В каком-то аду Просто Но меня накрывает И накрыло меня В эту субботу Вернее я был Не на работе В субботу Меня накрывает с утра А я хотел поехать Кольца купить И я еду В таком состоянии Думаю Да что со мной Обглатываюсь колес Когда у меня Ногда голова болела Я выпью там что-нибудь Менял там Таблетки От одних устаешь Другие принимаешь Или перестают Работать там Нурофен какой-нибудь Цитрамон Ну все подряд Сидалгин На этом посидишь Пару месяцев Ну не то что Пару месяцев сидишь Каждый день пьешь А полгода живешь Там если голова заболит Потом и они перестают работать И ты просто меняешь Какой-нибудь препарат И если там заболит Опять пьешь Вот так я делал Я в таком состоянии Все равно еду Покупаю эти кольца Потом я еще как-то Две недели работаю Помню даже До своего дня рождения Я вам говорил О номе 3 января На Новый год Я делаю предложение Хотя мне вот так плохо Все время Мы вместе его отмечаем У нее дома Ну у нее там дом Родители Рядом родственники Они в другую сторону ушли Мы просто там вместе сидели 3 января Я зачем-то выхожу на работу Хотя это мой день рождения Мог не выходить Там праздники новогодние Ну у меня бывает крыша Я выхожу Как мне было тоже плохо Я и скорую вызвал Пришел Как-то его отработал А меня вообще вот так вот Ну и все Меня накрывает С того дня я больше не работал Уже на стройке И 4 месяца До мая месяца Опять я живу Ну живу Есть деньги Я же собрал там что-то Могу платить пока За жилье Обеспечить себе еду Но я понимаю Деньги кончаются Меня не отпускают Да ладно там эти деньги Время Мне плохо Жутко Я говорил что я в петлю Не лез Чуть ли не каждую неделю Мне ужасно Это что-то вообще Ад какой-то И никто ничего не мог сделать Скоро вызывает Кололи вне Горячие уколы Ничего не помогает Ты просто сутками Просто кричишь Я в грядушку Впивался зубами Просто орал от боли Это В таком аду Я прожил 2 года Это просто вообще Тебя просто не отпускает У меня заклинило голову Как и сейчас Сейчас она тоже болит Но я уже привык К этому Есть боль терпимая А есть порох Все Это невозможно терпеть Плюс это жар вечный Вот так вот Вот у меня голова И вот так вот Я не мог спать Ты не можешь Лечь на подушку У тебя вот так вот Жар вокруг Орел красный Как ты ляжешь И мне было ощущение Что у меня сейчас Жар есть Но он слабенький А то ты как паяльник Раскаленный Ты ложишься на подушку У тебя вот тут вообще Как будто ты на сковородку лег Это какой-то ад Я вообще Это испытание веры Было жуткое Жуткое Я врагу этого Никогда не пожелаю До сих пор Мы любим там всех Чехвостить Я как вспоминаю И сейчас Они легко вспоминают Потому что я до сих пор болею Об этом Вот я хмыкаю Тоже Это все связано С этим на самом деле Потому что у меня Расширены видимо сосуды Все это у меня залипает Мне надо это проталкивать Как-то У меня закладывает нос Уши Надо как-то это Отпускало Вот так я живу Начинается моя жизнь Ладно Неделя проходит Две Я Богу ставлю условия Ну ладно Ну неделя Ну две Ну ладно Месяц И то Я говорю Господи Ты что творишь-то Я повешусь Я не выдержу этого Это жуть Что-то со мной творилось Проходит вот Четыре месяца Где-то май Я как раз Опять Отцу Роману звоню Он очень быстро Тоже отходил На самом деле Отец Роман Какие там дела Он говорит Ты нормально Приезжай Я говорю Ну приеду У меня там осталось Тысяч десять Уже Ну куда За квартиру надо платить Хотя он бы мне Бесплатно дал бы жить Я знаю Но он сам Тоже сейчас Тоже Что у него там Жизнь поменялась Тоже нуждается Мне как-то неудобно Было Уже Ну не то что неудобно Я говорю Мы с ним друзья Все-таки Ну я И здесь я понимал Я сюда уезжаю Опять Как все равно И уже вот с тех пор Я здесь остался Опять лето Жутко мне Мне У меня как У меня день Прям Начинает День По сорок часов Приступы Я их называл И сейчас они бывают По сорок часов Тебя накрывает Жизнь становится адом У тебя часы Вот там Если на стене Я помню Висели Все У тебя минута Как будто вечность Адские боли Адские Невыноси Ничего не помогает Чего в тебя не колет Чего тебе не Ничего не помогает Кто боли когда-нибудь Испытывал Ужасные Тот меня поймет Я такого никогда Не испытывал Вообще в жизни Так я живу Все это вот На глазах У некоторых людей Это Невыносимо просто Ну как ты живешь Хотя кажется Ты завтра Просто пойдешь Повесишься Я несколько раз Планировал самоубийство Я такого никогда Не испытывал Это жуткие боли С которыми Невозможно совладать Есть предел всему Это жуткое испытание Веры Жуткое Я никому такого Вообще в жизни Не пожелаю Я просто боролся За свою веру С Богом С дьяволом Как там Иаков Я не знаю С кем кто там Какие выдвигают Теории С кем он там боролся Ты вот тоже не поймешь То ли тебя Сатана удручает Ты за веру Борешься То ли с дьяволом Прям То ли с Богом Ой это вообще Ну вот Потом еще лето Я здесь живу Что дальше то Надо бы все вспомнить Живем Живем Приезжаю Где я живу то Да живу я еще Я приезжаю Опять я живу В этой Он там еще кое-что Уже по ремонту Сделал В этой части И я там Да остаюсь Мы там доделываем Кое-что И я там живу Я туда интернет Провожу Там все у меня Там есть Ноутбук я купил Такой до сих пор Он есть дешевый С рук за 7 тысяч Купил Он стоил 15 Слабенький Мне пока хватало Я некоторые вещи Там делал Что еще то Да ничего Кольца я тебе продал Загнал Куда в сбор сдал Просто да и все За пол цены Купил за 8 тысяч Помню 10 4 тысяч Потерял За 4 отдал Как лом Что здесь я живу Что интересно Да ничего Все продолжается Помогаю ему По службе По храму По ремонту Болею День меня День меня начинает Накрывать Тебе все Тебе уже подходит Ты уже чувствуешь Потом тебя накрывает Ты ложишься в лежку По 40 часов Это все Это ад Потом ты отходишь Еще день Тебе трясет Тебе вот так вот Все шатает Ну ты хотя бы У тебя не раскалывается Идет то есть наверх Два дня 40 часов На уболь И опять наверх Внизу даже Хорошего состояния Практически нет То есть тебе просто Из среднего Это даже не хорошее состояние Это такой Хорошая вот линия А тебе где-то вот отсюда Вот так вот И вот так вот ты живешь Избавиться от этого Я не знаю как Кто меня тыкал Грешником Кто святым И о вам Кто как У кого на что Походу сердце Расположено Вот Лечиться я пытался Прошел я все Что куда только можно Было Меня посылали Первые полгода Все деньги Я почти выкинул На это Которые скопил Вместо этой свадьбы Ободрали везде Как липку Ничего не нашли Здоров Как бык Все анализы Все МРТ Головы Шеи У меня даже Остехандрозы Как выяснилось Нет Все хорошо Здоров Все анализы Все отлично Живу в аду Ну ладно У меня вот еще Есть экзема Но бог милует До сих пор Вот могу показать Еще все живое Так немножко Ну вот видно Там есть все это Но пока Бог милует Уже полгода У меня вообще Как осенью Закупировалась Ну конечно Кожа нездоровая Но с тем адом Который был И потом здесь был Это просто Она у меня всю жизнь В принципе Но до таких Состояния Каких она расходится Это караул Что сделать Я тоже не знаю Вот сейчас Бог милует Даже вот Особенно это Активируется Вот в теплое время Когда грязь Ну как грязь Земля Песок Пыль Все равно Ты голый Ходишь практически Руки Ноги Сланцы Все это Вода вечная У меня все это Вечно открывается И с руками Он все это видел И пытались меня лечить У меня еще и руки Да вот ноги Расходят с экзема На вот так вот Кисти все И ноги То же самое Стопы Ой это жуть Ты не можешь ничего делать Не сгинаются руки Пальцы вот такие Вот Я согну Вот сейчас я Вот даже этот пальц Я не могу согнуть уже Он деревянненький Немножко Потому что вот Видите могу А это не могу На этой руке На этой чуть больше Когда начинается Все я руки Вообще согнуть не могу Вот все Вот так вот И все это Кожа слазит Все чешется Зудит Ты сам себя Раздираешь Орешь Невозможно Не мыться Не купаться Не готовить Ничего вообще То же самое На ногах На ногах Я даже ходить не могу Я иногда ползаю На коленях По комнате До чайника Потому что встать Я на ноги не могу Все там Все просто Разрывается В клочья Кожа живьем Слазит Гниет Ой Это жуть Ну пока Милует Вот Какой есть И хожу Спокойненько Пока Посмотрим Что дальше будет Верю Что Господь В свое время Все когда надо Заберет Геннадий Опять Геннадий Тоже приезжает Только я сюда Приезжаю А он уже неделю Как здесь Хозяин этого дома Дедушка 60 лет Я очень надеюсь Что запись Пишется Уже Сейчас 12 Чтобы это все Не сорвалось Он меня сюда зовет Давай давай Вместе Ему скучно Он не может Находиться один Я могу Люблю Быть одному Люблю И с людьми И один Он вообще один Ему очень тяжело Одному Давай давай Будем вместе Тут Я говорю Да ну Чего у меня Тут у тебя Ну а в оконцовке Он отсюда уезжает А я перебираюсь К нему Меня уже просто Тошнит от этого культа Отцу Роман Я все время высказываю Я не могу на это смотреть Я не хочу в этом участвовать В этих беззакониях Которых я даже Говорить не хочу А то начнут Меня опять тыкать Что я все это рассказываю Вот Тем более я знаю Меня могут смотреть Люди которые Имеют к этому отношение Вот Потому что я Чего-то там лицемерие Просто уж ладно Не хочется там Никого тыкать Все Я уже Я уже когда сюда Переезжаю Нет Я вам что-то Неправильно рассказываю Я же здесь уже давно Да Я целый год проживаю Там с ним в храме Целый год Целый год я уже в этой Там мы все Доводим до марафета Все правильно Целый год я там Генка здесь На зиму он уехал Он просто осенью уехал Дом ставил пустой Весной он по-моему Он уже Не помню Чуть я уже забыл Он возвращается или нет А очередная То есть я от Пасхи до Пасхи Практически я год еще Прожил в храме Все участвовал с ним И все Меня уже все О Не могу больше Мне это все не надо Мне это все не интересно Я уже в интернете делаю Сайт свой Там кое-что Я начинаю там заниматься Некоторыми вещами У меня уже набирается материал Которым я все это время занимался Все это анализировал У меня уже много материала Меня уже прет вот Выходить в свет Я свое покаяние прошел Я уже вырос Тебе нужна свобода Вот я помню свою школу Как я знаю Свобода, институт Посмотреть в школу Это вообще рай А свободная жизнь Рабочая Посмотреть в институт Это вообще Царство небесное Вот это то же самое Все Я вырос Я созрел Вот как дети вырастают Все Можно маме сказать С папой я сказал После школы Я пошел Пошел работать В институт Вот это было такое Это совершеннолетие Можно сказать Но это еще не оно Я вам о нем расскажу Но меня уже Конечно Это где-то Вот как я вам рассказывал Девятый класс Мы уже все Мы уже неуправляемый Хочется И причем Совершеннолетие у нас По крайней мере в России Это 18 лет А закончил я в 16 А Безбашенный стал в 14 То есть это вот что-то Вот если так Параллель с жизнью проводить Это где-то мое 14-летие Все Уже все Вот это мне Как я говорю Мы в школу Я хотел ходил в 10-м классе В 11-м Я уже все равно сам Мы уже симуляли Уже звонили родителям Мы уже приходили Я по крайней мере Ну и я знаю Многие мои друзья Мы уже говорим Мам Не хочу Нет Не надо То есть я мог пропускать Уже Как я вам рассказывал Помните про 9-й класс Где там папа Я перед Кто мои ролики смотрел Как мне стыдно было Когда я его обманул Что прогулял Все уже 10-й Мы не скрывали Что мы симуляем Пришел раньше Я ушел Все Вот это что-то такое Хотя ты сам себя еще не кормишь Но как-то уже родители спускали уже Ну ладно Ты хоть закончи Как-то я говорю Закончу Сам разберусь Я говорю Вот Вот это что-то такое И все И очередная Пасха Я помню Говорит этот балаган Кто знает Ортодоксальный И я уже в этот дом переезжаю Я подключаю сюда интернет Благо тут был рядом столб Этот телефон И распределитель Я сюда шнур протягиваю Но опять же Шнур я протянул А хозяина нет Я никто У меня прописки даже нет Вообще никакой Кто я И к этому дому Я никакого отношения не имею Агент приехал Я его просил Приедь Хотя бы это мне сделай Он приехал только В октябре месяце Я сюда переезжаю На полгода У меня нет ни интернета Никакой связи с миром Я просто живу Туда я вообще перестал ходить Хотя вот дом В двух шагах Второй дом практически От центра От храма Вот 50 метров Вы может иногда В роликах слышите Как он тут звенит Но это можно слышать и далеко Но вот я прям рядом С центром дома Прям в центре Хорошо в принципе На тихой стороне На тихой улице На такой Нигде там Гравная дорога Машины ездят Я полгода вообще без ничего Я полностью опять погружаюсь В это вписание Изучение Все Все дальше В смысле Все это продолжаю Сайт там делаю Нет Я конечно Я с ним поддерживал связь Иногда что-то приходило Он меня просил Я что-то помогал Плюс я там что-то делал То есть мне надо было обслуживать Я ему помогал Посижу Причем заходил к нему В интернете Вот я что-то Отбрасывал уже Я сайт делал Туда просто пойду Выброшу А дома занимаюсь Так можно делать Да Уже продолжал там заниматься Проповедем Резать кое-что Там других проповедников Мне это было интересно У меня сильно расходится Экзема Он приехал сюда Ко мне с двумя Там к нему приехали Знакомы Оказались как раз Врачом Один оказался Один психиатр Один в кожном В нашем областном Работает Один мне как раз Начал про психику Втирать Про эти мои там Болячки Что может и мне на этом Вот то что по здоровью По этой голове Ну я ему говорю Дорогой это все А другой по коже Они меня увезли Он говорит Давай мы тебя положим В больницу Ну хорошо А у меня жуть Я тут уже все Я тут просто У меня все вообще слезло Ну поехали Ну и что Пролежало там 10 дней Закололи меня Да Закололи Закололи У меня спину вступило Так что Я месяц вообще потом Не спал Не сидел Вот И руки расползлись Точно так же через Два дня Да Тебя заколит Кажется Ой прям снимает Как будто и не было ничего Вот Но это опять Потому что я просто Не противился Вот он начинает Вот ты сам там На себя наклюкаешь Ну пожалуйста Ну и поехали Я говорю Тем более у меня не прописки Я говорю Без прописки Ты меня возьмут туда Возьмут Вот положили меня В это наш областной И вот они И мне тогда сказали Во-первых У меня уже точно диагноз Я даже никогда не знал Все-таки Сто лет она у меня Сказали это экзема И она неизлечима Сами врачи говорят Мы не можем Экзема и псориаз Это несцелимые болезни Говорят У нас нет лекарств У нас есть Мы можем купорить А я видел как там Там все лежат И за дня в день Рецидивы Три, десять Он ложится Раз в полгода Вот так И то потому что Плавный раз он терпит Потом я понял Что все это ерунда Ничего там не знает Эта медицина Ну и все Я сюда возвращаюсь Уже все Мы с ним практически Я говорю Не общаемся Я в храм Не хожу туда Он меня просто просит Что-то помочь Он мне Я ему Как говорится Да Вот Ну действительно Он там Я там что-то делал Нужно было прийти Может там Подрегулировать Мы там Отоплением Всеми этими вещами Занимался Вот Ну я к нему так Просто общение В храм Я уже Я говорю Я не буду на службу Ходить на эти Не помогать Ничего не хочу Вот Когда я говорю Вам что-то надо Тебе позвони Я помогу Что надо там Может быть Есть куда По ремонту Что закупить там Я говорю А к этим вещам Я не хочу Получается Еще полгода Проходит И октябрь Или ноябрь Что-то такое И его убивают Там Приехали к нему гости Один из гостей Его Ножом Ударил Он погиб Приехал как раз Генка А А Генка приехал За несколько За месяц Сделали интернет Подключили Он его оформил Естественно Дом-то на него Прописал Меня Здесь Отец Романова Попросил Он говорит Ну пропиши Мало ли что Куда Вот с этой больницы Генка меня прописывает Здесь Ну и сам делает Или я уже сам По-моему делаю интернет Потому что он меня прописал Он уезжает Типа я сейчас там съезжу Вещь соберу И еще уже И уже буду здесь жить Будем здесь там жить Поживать Подвязаться Да И все А я ему звоню Я говорю Да Романову Ну он еще раз приехал На похороны И все Я уже в то время Стал в интернете Небольшие заказы Брать по сайту Там все это Кто знает Да И без хлеба Я как говорится Не остался То что Когда я с ним-то был Он тоже вот помогал И еда всегда была И пятерку давал Там все Когда я сюда ушел Естественно уже Он же ничего не будет давать Я в принципе без финансов остаюсь Но я на бога всегда уповал И вот так получается Что я начинаю в интернете зарабатывать Хотя в принципе Никогда через интернет Не зарабатывал до этого Как-то само все вот так получается Я там этим дизайном Немножко занимаюсь Мелкие простые заказы Кто я там Супер специалист Сейчас бешеная конкуренция Так Но на хлеб я мог себе Сделать Да Там Ютуб я начинаю осваивать Вот это все Я когда ушел Так скажем Из мира Ютуб то и не был Я его сам то не смотрел Вот тогда то что рассказывал А тут бац Помню выхожу Уже ютуб Уже ролики Какие-то уже известности Там такая Мировая и российская Вот Стал все это вот это заниматься Что дальше Сколько-то времени прошло Вот это осень 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 Так он погибает Да Я начинаю этим заниматься Ну и получается Здесь я живу А так И я Что я делаю Что я делаю А Ну и все Вот это где-то октябрь Ноябрь То есть я начинаю здесь жить С прошлой вот осени И доживаю я Вот Уже с нового года Я начинаю общаться В интернете Где-то январь Февраль Я начинаю общаться Именно в интернете Уже искать Я думаю Это понятно В миру ты никого не найдешь Десять человек В деревне Никому это христианство Отродясь не нужно Я понял Ну новый мир Надо искать А в интернете Ой в интернете Сейчас найду Вся земля Большая Круглая У тебя на блюдце Ну конечно Через год я понял Что все это иллюзии Но поначалу Начал общаться Да Тоже где-то что-то ищу Кто-то сам меня стал Я возвращаюсь Во все социальные сети Уже спокойно Меня уже Ничего не трогает Я их открываю Там да Я говорю Сам кого-то нахожу Сам кого-то смотрю Стал Я многим писал Проповедникам Известным Неизвестным Там всяким Я в принципе Всегда шел на контакт Вот И я Кто видел Начинаю беседовать Познакомился я тогда Меня несколько раз Скидывали ссылку На Сергея Козлова Парализованного Он кстати оказалось Что живет в Воронеже Мы с ним вообще земляки И мы с ним Первый раз общаемся Вот На канале сейчас этих бесед У меня нет Я их себе позакрывал Там Я позакрывал уже все беседы Меня просили многие Я ни с кем За этих людей Контакт не поддерживаю И я в принципе Уже на канале Беседа Христолюбца Все до Вот когда мы С братьями и сестрами Моими родными Стали читать писание Я в принципе Все позакрывал Я там совсем немножко Из последних бесед Таких Свободных Оставил Кто там Видит Я почти все уже Позакрывал Что тогда Читал Вот до моих Огородных проповедей Я почти все закрыл Я оставил только Вот несколько последних бесед Ну меня во первых Просили некоторые Они не хотят Чтобы Их со мной видели И я понял Я там почти всех позакрывал Вот ту группу Которую я тогда Общался Не потому что Что-то там скрываю Я говорю Они сами не хотят Сами мне многие Потом писали Что Вот Не то что писали Прямо закрой А в комментариях Писали Что там Ты вот там Ушел Все такое То есть я понимал Человеку в принципе Не хочет Кто-то просил Кто-то видим Просто забивал И я сам Вот недавно Только буквально Там после очередной просьбы Я вообще всех С кем до того периода Общался Закрыл Вот сейчас Читаем писание И хорошо Вот И стал такой формат И вот где-то Сколько Практически До Практически год Шел этот формат Формат бесед На меня стали люди выходить И мы стали их записывать Я говорю Много выкладывали Закрыл наверное Сто роликов точно Это и больше Сам я пока так В монологе Ничего не говорил То есть Вот был формат бесед Когда я говорю Я понял Что Я во-первых Была у меня фантазия Что можно православных Исправить Это Ортодокс В католике такие же Это нереально Ни ихними святыми отцами Не уж тем более Евангелие Оно вообще не нужно Оно ниже стоит Придание Хорошо В Придание Кто знает Я все разбирал Я знал Хорошие вещи Соответствующие Евангелию И вот Полная бредятина Несоответствующая Я пытался Через эту хорошую Как-то их К Евангелию Показать Что вот же истина Хотя истина В Евангелии В Иисусе А мы получается Через кривое зеркало И я за год Я убедился Что это бесполезно Бесполезно И я окончательно Уже отхожу От этого И по духу Они сами Они очень ортодоксальны Очень горячие С ними бесполезно Просто жить в мире Ты либо враг Либо ты свой Все Они сами от меня Стали отрекаться Я говорю Ну я Я сначала переживал За это Думал Ну как Вот мы все христиане Вроде все должны быть вместе Или как Как мы просто Друг друг терпеть Не можем Сначала я переживал Я всем рассказываю Свою опыт Тоже думал Ой ну как А потом я понял Что мы вообще Разные веры Разные веры И я перестал переживать Разные веры Они никакие Мне не Вот многие обижаются Эти слова Я вам говорю Как есть И то Не потому что Вы мне не братья и сестры Вы какие-то нелюди Или хуже меня Или лучше меня Я не знаю Но братом с сестрой Я вас не могу назвать У нас разная вера Более того Ортодоксия И протестантин И религия Ну соответственно В религии есть И мировоззрение Вот ваше мировоззрение И моя вера Это разные вещи Причем они вот так Вот противоположны И я тогда Меня Господь успокоил Я понял Чего я сердце-то рву Для меня он Обычный язычник Обычный И когда я так стал относиться И все у меня стало хорошо У меня к нему Ни претензий никаких нет Я унесу Он просто язычник Такой же грешник Как они сами себя называют Как и любой человек в мире И когда я это понял Потому что они живут В грехе многие Многие эту чушь исповедуют Многие проповедуют Этот сатанизм Чистой воды на самом деле Кто спасение по этой вере От второго пришествия От суда во второе пришествие Кто че Кто этот Проповедует Это язычники Я к ним стал просто относиться Поэтому перестал их судить Потому что внешних мы не судим Все А внутренних мы можем судить Только ты действительно С кем-то в собрании состоишь Если это твоя семья Братья и сестры Это ты ему можешь сказать Когда он согрешит Против тебя А это все Это грешники Это другие религии Это вообще не христианство Не ортодокс Не протестантизм Это псевдо-христианство Переодетый иудаизм Я стал просто относиться к этому И все И через год Вот еще круг С Нового года Где-то Я начинаю записывать Прямые трансляции На Христолюб Лайв Как раз я его выделяю На Христолюбе Я пытался зачитать Там некоторых святых отцов Чтобы у них мозги Немножко встали Но это не помогло Я записал Антония Великого Жизнь Несколько его томов Если это ему принадлежит Если вообще существовал Такой человек Параллельно Я начинаю читать Евангелие от Матфея Кто увидел Мои записи Вот этот первый круг Там первая половина Как раз я тогда зачитал Потом я сделал паузу И потом я вот С осени продолжил читать И вы там немножко Даже разницу увидите Там я еще мог вспомнить Этих каких-нибудь отцов Потому что я еще тогда записывал Я думал, что до них дойдет что-то Это бесполезно Бесполезно Вот И я делаю прямые трансляции Свои В этих прямых трансляциях Тоже вы можете увидеть Я пытаюсь ищу им Я знаю, что они меня слушают Эти ортодоксы Я пытаюсь им донести это И потом я окончаю И когда они меня стали клевать Они меня ужасно стали клевать Уничижать Клевать Заталкивать меня Запихивать в дырку Но они не того напали Единственное, что у меня Вот именно эти ложные Именно ортодоксальные Привитые мне понятия Ого Батарея садится Вот это я наговорил Так, как бы у меня Не сорвался ролик Из-за этой разрядки Все, заканчиваю Я уже подошел И вот эти привитые ложные Эти ортодоксальные Принципы смирения Вот этого Кротости Они называют полную ерунду Они В это смирение Вкладывают Твое вот это Раболепство Человеком Скротость Это вот эта скромность Нет, родные И когда у меня было посещение Здесь, кто знает О котором я расскажу В следующем ролике И Господь мне утвердил Именно это было мое 16-летие Или 18-ти Как хотите Или 21-ти И Господь меня в тот день Помазал И с того дня Год назад Это было Я проповедую Уже в силе Духа Вот Бог мне тогда утвердил Мне Господь Сразу на память Привел все пророков И кому он уста очищал И кто молодой Чтобы не боялся И у кого лоб Он делал железным В два раза Сильнее этих Каменных сердец И железнолобов Упертого народа И кто меня видит Моя проповедь Началась Огородная С чистого сердца С чистого сердца С того дня Вот уже год прошел Я ни разу Я все этот мусор Выкинул Предание Как они называют Я ни разу За год Бог очистил Уста мои Я не вспомнил Ни слова Я ни разу На них не сослался Но вот Исток специально Для примера И больше эту чушь Не проповедую Даже близко Не прикасаясь Ну и тогда То что я говорил Я говорил только все В согласии с Евангелем С тех пор С тех пор Год я проповедую Чистое Евангельское Учение Иисуса Христа Его жизнь И его учение Учение О святости Которое В любви к ближнему В радости жизни В мире Души По возможности С Богом И по возможности Со всеми В кротости В настоящей В смирении Кротости и смирении В долготерпении В уповании На Бога Все это я раньше понимал Только теперь я это Говорю спокойно Громко И готов с любыми Лбами биться За это учение Этими волками В овячей шкуре Об этом посещении Я вам расскажу В следующем ролике Этот ролик Получился очень большой Я надеюсь Кому-то он принесет пользу Обо мне вы все знаете Уже почти Вот всего говорю Конечно не расскажешь Жизнь Это я вам Рассказал несколько лет Рассказал за полтора часа Вот И когда все это Происходило Я говорю Вот я считаю Духовную зрелость Когда ты начинаешь учить Сам я уже практически Ничего не потребляю Мало я что читаю Постороннего Кого-то слушаю В меня это уже не вмещается Все К каждому есть куда стремиться К совершенству Да Но одно дело в познании Другое дело в опыте Это тоже разные вещи Ну как-то вот так Добавить больше нечего Все мои контакты у вас на экране В описании к ролику есть И все полезные ссылки На мои ресурсы Адрес сайта у вас на экране Ну естественно в описании к ролику Все есть Мои три канала на ютуб Христолюб Христолюб лайф И беседы христолюбцев Подписывайтесь Смотрите видео Какие вам интересно Ставьте лайки И под этим роликом В частности Кому полезно Отрадно Назидательно Мое служение Кому понравился этот ролик Если Если считаете Что это свидетельство Кому-то Жизни Порой Слова Ничего не скажут Кроме как Жизнь человека Что есть такой человек Да Чье-то свидетельство Может повлиять На нас Намного сильнее Можете сбросить Мою жизнь Мои эти ролики Каким-то вашим друзьям В мире Может быть На кого-то это подействует Может быть Он покается Или колеблющимся Каким-нибудь Или упавшим На пути христианском Может быть Что-то тоже у них Что-то зашевелится Субтитры сделал DimaTorzok